Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников. Вот что мне удалось найти из переводной википедии о испанском художнике в эпохе Возрождения Родриге де Осона. Родриге де Осона, также Родриге де Осона старший, был испанским художником эпохи Возрождения. Его начальный период обучения, возможно, проходит в Феррари, Падуе и Венеции. Возможно, он останавливался в Италии. Его работы включают алтарь в церкви Голгоф и в Сан-Николас де Валенсия, подписанные в 1476 году. И благодаря этому можно приписать его авторство другим работам, такие как Пьете, которая сейчас находится в Музее изящных искусств Валенсии, которая была выполнена между 1485 и 1490 годами. Между Родриге и его сыном возникла некоторая путаница. Отец и сын тесно сотрудничали в своей мастерской в Валенсии, поэтому работы часто приписывают обоим – отец Франциско де Осона. Франциско был более открыт для новых стилей и форм в Италии. Однако, хотя деятельность Родриге закончилась с его смертью в 1518 году, Франциско умерло раньше него, гораздо мало уже в 1514. Имея базовое художественное образование Родриге считается одним из инициаторов форм возрождения в испанской живописи, постигнув в полной мере итальянское квартачендо. Однако итальянское влияние окрашено знаниями и применяет свои собственные формулы фламандской живописи, такие как отдаленная выразительность идеализации. Аспекты доброты и кротости удовлетворяют скорее религиозным соображениям, чем обтекаемому и строгому взгляду на реальность. Тем не менее, его картины демонстрируют заботу о природном и архитектурном окружении сцен и превосходное мастерство живописи маслом. Работа их команды художников отца и сына Редус Паула Лесан Леокадио составляет основу испанского классицизма живописи. Вот такое описание биографии Родриго де Асона, также Родриго де Асона старший, мне удалось найти в переводной википедии. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова